Здравствуйте, наши дорогие зрители и слушатели! Говоря о событиях на Украине, в Новороссии, о событиях в России, с ними связанных, нельзя не прокомментировать недавний мирный план президента Российской Федерации, который он объявил во время своего визита в Монголию в Улан-Баторе. Семь пунктов мирного плана Путина внешне, на первый взгляд, кажутся весьма разумными, реалистичными, приемлемыми. Но это только внешне, на первый взгляд, потому что дьявол, как обычно говорят, кроется в деталях. А детали таковы. Давайте обратим внимание, что в ходе своего речи в столице Монголии Путин ни разу не упомянул о Луганской и Донецкой народных республиках, о Новороссии. И речь все время шла об Украине, о территориальной ее целостности, фактически, о Луганской и Донецкой областях. Таким образом, очевидно, что нынешнее российское руководство не собирается официально признавать Новороссию, как Федерацию Луганской и Донецкой народных республик, ни эти народные республики по отдельности. Во-вторых, мирный план Путина предполагает сохранение украинского суверенитета над освобожденными ныне от фашистского иго территориями Новороссии. В-третьих, конфликт на юго-востоке Украины трактуется, как внутриукраинский, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Очевидно, что при таком подходе речь может идти лишь о тайнам, а может быть, оно со временем и станет явным, подыгрывании российской буржуазной власти, режиму Порошенко, киевской профашистской либерально-националистической хунте. Абсолютно очевидно, что все это не является плодом импровизации президентских спичрайтеров или его самого, а продуманной, четкой, классовой линией российской буржуазии, которая больше всего боится искр новой революции, искр социального протеста, пожара, который может разгореться из сопротивления Новороссии и на Украине, и в России. Российская буржуазия, плоть от плоти российского компрадорского капитала, тесно связанного с западными элитами, ощущает свое финансовое, политическое, идейное, духовное родство отнюдь не с ополченцами Новороссии, не с защитниками прав и свобод русскоязычного, то есть русского, украинского, иного населения, которое с оружием в руках борется с украинским игом и защищает свое право на жизнь, на свободу, на самоопределение, а с той самой украинской буржуазной элитой и ее западными хозяевами, которые сейчас задают тон в американской и европейской политике, в киевской политике и так далее по всему периметру российских границ. Очевидно, что классовые интересы российской буржуазии толкают ее на закулисный сговор с Западом, с киевской хунтой Порошенко, а вся антифашистская в кавычках, патриотическая в кавычках и иная риторика призвана лишь закамуфлировать это обстоятельство, которое открыто проявляется в мирном плане Путина. Мирным его можно назвать лишь условно, поскольку он назначает передышку для правящей в Киеве хунты, возможность для Порошенко собрать войска, перегруппироваться и вновь в благоприятный момент ударить по ополченцам Новороссии, чтобы погасить там очаги народного сопротивления, утопить в крови трудящихся Донецкой и Луганской народных республик, сохранив власть профашистской хунты на всей территории Украины, в том числе и на Юго-Востоке. Примеры подобного рода мы наблюдали 20 лет назад в бывшей Югославии, когда мирные соглашения в Дейтоне дали передышку националистам Хорватии и мусульманским фундаменталистам Боснии, и через несколько лет они неожиданно обрушились на новые образования сербских республик на окраинах Хорватии, на окраинах Боснии, и утопили их в крови под аплодисменты и при активном участии их натовских и американских хозяев. Похоже, Дейтонский сценарий руками нынешней российской буржуазной власти собираются заокеанские и европейские друзья кремлевских сидельцев разыграть на Украине. И именно в этом, в подготовке к реализации Дейтонского сценария, и состоит мирный план Путина. В условиях, когда на Украине усиливается экономический кризис, когда гривна теряет свою покупательную способность, когда галлопирует инфляция, когда Украина находится на грани дефолта, любая помощь экономическая, политическая, военная, даже моральная, информационная режиму Порошенко продлевает существование этой профашистской националистической власти. И здесь разного рода мирные инициативы со стороны либералов ли, троцкистов ли, служат исключительно интересам клана российских капиталистов, заинтересованных в сохранении режима Порошенко. В том, чтобы решать с ним финансовые вопросы, и вместе паразитировать на приватизированной общенародной собственности, украденной у трудящихся России и Украины. Давайте посмотрим, что из себя представляют нынешние крупнейшие российские капиталисты. Значительная доля этих олигархов, вспомним хотя бы Фридмана или Виксельберга, это выходцы с Западной Украины. Дети тамошних подпольных миллионеров, цеховиков, наверняка. И им гораздо ближе Порошенко или лидер партии «Удар», нынешний фактический руководитель этой партии, вместо Кличко дырявое очко, бывший мэр Одесса и бывший советский цеховик Гурвиц, точно такой же, как и отец Порошенко, советский подпольный миллионер, ненавидящий советскую власть и коммунистов за то, что так долго не давали легализовать наворованное. И в этом плане понятно, что для всех этих Фридманов, Виксельбергов и прочих российских олигархов сохранность режима в Киеве важнее и нужнее, чем интересы трудящихся Новороссии и тем более трудящихся России. Коллапс украинской экономики заставляет режим Порошенко усиливать военное давление на Новороссию. Сейчас они не могут это сделать, они терпят поражение, но они будут собирать силы, потому что иного решения проблем нынешняя украинская буржуазная профашистская власть не видит. Когда страна, Украина, с февраля месяца не работает, когда там никто ничего не производит, а только стоят на Мандане, убивают друг друга и борются с москалями и коммуняками, как они это выражаются, и с российскими агентами в Новороссии, о чем здесь может идти речь? Только о том, чтобы получать как цепные псы американского империализма, американские и европейские подачки, проедать их, ничего не производя, ничего не делая, и потом кровью украинских юношей, которых сейчас насильно забревают в армию, расплачиваться за западные кредиты. Вот политическая линия режима Порошенко, вот тот идеал, к которому стремятся все российские сторонники мирного урегулирования на тему сохранения киевской хунты. Ибо мирное урегулирование здесь может быть только одно, каким оно было в 43, 44 и 45 годах. Уничтожение фашистского режима и марионеточных фашистских государств, будь то незалежная Украина, по версии Бандеры, будь то Словакия, по версии ТИСО, будь то независимая держава Хорватска, по версии главаря Усташа и Анты Павелича. Ну и в заключение, раз уже мы вспомнили об истории, хочу порекомендовать всем нашим зрителям и слушателям одну очень полезную книгу на данную тему. Вот она у меня в руках. Джон Армстронг. Истоки самооценного нацизма. Книга эта издана издательством Центр Полиграф. В 2014 году мне ее недавно подарил наш руководитель Евгений Александрович Козлов, руководитель движения гражданских инициатив и Российской партии коммунистов, 50-летие активного члена антифашистского комитета товарища Соловейчика, для расширения теоретической базы его непримиримой борьбы с бандеровцами и их западными покровителями. И надо сказать, что вот эти слова очень правильные, очень верные. Ибо теоретическая база понимания истоков украинского нацизма в книге Джона Армстронга изложены, может быть, во многом даже лучше, чем у многих отечественных исследователей. Недавно умерший американский историк, совсем не коммунист, никогда не применявший в своих исследованиях марксистских методов анализа явлений прошлого или событий окружающего мира, тем не менее, скурпулезный и добросовестный исследователь в подборе фактов, начавший свою работу сразу после войны совсем молодым, опросивший многих, сбежавших от возмездия НКВД и Красной Армии за океан украинских буржуазных националистов, работавший в архивах, написавший первое издание этой книги аж в 1954 году и затем его расширявший и дополнявший, не прошел мимо фактов возникновения украинского буржуазного национализма, его человеконенавистнической практики, его генезиса в сторону от союза с австро-венгерской монархией и казеровской Германией к гитлеровскому нацизму, к превращению в предаток эсэсовских палачей и гестаповских карателей. И огромный фактический материал, собранный Джоном Армстронгом, систематизирован, проанализирован и даже, возможно, против субъективного желания автора объективно показывает, что из себя представлял украинский буржуазный национализм с момента своего возникновения до начала 50-х годов и то, что он, я уверен, представляет и сейчас, поскольку нынешняя украинская власть позиционирует себя как наследники Коновальца и Мельника, Бандера и Шухевича, палачей, убийц, душегубов, соратников Гитлера, его младших подручных. Надо сказать, что иллюстративный ряд показывает, что из себя представляла украинская незалежность и самостийность 70 лет тому назад. Украинские националисты с официальной нынешней украинской символикой трезубцем на фоне флагов с нацистской свастикой приветствуют войска, как они и выражались, Гитлера-освободителя. Вот эта верхняя фотография. Еврейский погром во Львове. Молодого юношу незалежные парубки и самостийные селяне тянут убивать. Солдат гитлеровского вермахта безучастно наблюдает за происходящим. Банда самостийных парубьев направляется на фронт борьбы с Красной Армией к своей неизбежной и закономерной гибели. Антисоветские плакаты украинских буржуазных националистов. Вот она, советская свобода. По их разумению, рабочего и крестьянина ведет на работу под револьвером сотрудник НКВД. Гитлеровский кулак трясет за шиворот верховного главнокомандующего Красной Армии и советским военно-морским флотом товарища Сталина. На самом деле мы знаем, что вышло все с точностью да наоборот. Ну и, наконец, любимая тема украинских националистов антисемитский плакат «Жидце – вечный злочинец украинского народа». Сталин-то жиди – банда злочивцев. Оказывается, украинскому народу всю жизнь мешали жить Сталин и евреи. Даже, наверное, до тех, тогда, когда никакого Сталина не было еще и в помине. И вот эта пропаганда украинских буржуазных националистов. А не забудем, что по мнению известного украинского историка, работавшего в Канаде, ареста субтельного. Отнюдь тоже не коммуниста, как и Армстронг. 220 тысяч украинцев добровольно пошли в годы Второй мировой войны служить в гитлеровскую армию. Это еще речь не идет о подразделениях украинской повстанческой армии, полицаях и карателях. То есть, на самом деле, цифра была гораздо больше. Так вот эти 220 тысяч украинцев, как минимум, служивших добровольно, осознанно Гитлеру, это те, кто заложил основы нынешней украинской государственности Порошенок, Наливайченок, Порубьев и прочих носителей звонких украинских фамилий, компетентных исключительно в вопросах украинского буржуазного национализма, как писали в сентябре 1945 года коммунисты-фронтовики в своем письме товарищу Сталину. Как и тогда, 70 лет назад, трудящиеся России, Украины, советские коммунисты всех национальностей, в том числе и в первую очередь украинские, положили конец преступлениям банды украинских буржуазных националистов. Зараза нацизма ныне гуляет по просторам Украины. И я уверен, что союз трудящихся России, Новороссии, Украины, совместные действия коммунистов и антифашистов положат им конец вопреки визгу либералов, вопреки попыткам российской буржуазии спасти от поражения украинскую, профашистскую, киевскую, либерально-националистическую хунту, вопреки давлению Запада, правда победит, она не может не победить.